Всем, друзья, огромный привет! С вами Валентина и вы на канале Жизнь по-новому. Ребятки, сегодня 2 марта. Я вышла на свою верхнюю грядку, чтобы посмотреть, что здесь да как. Работы много и уже можно ее начинать. Погода у нас уже позволяет. Покажу вам некоторые фрагменты, что я уже буду делать и что я планирую делать. Возможно, и вы уже будете этим заниматься. Такая как бы подсказочка. Ну и небольшой обзор того, как что перезимовало. Ну вот сейчас я стою возле своего лука, который мы садили с вами осенью. Лук еще спит. Лук спит. Вот. Пока его я не трогаю. Как только я его увижу, он начнет наклевываться, можно уже рыхлить почву. И слегка всполоть или таким культиватором ручным пройти. Это у меня здесь кабаны порыли. У нас заповедник. Видите, какие следы. Хорошие, красавцы здесь были. Вот. Рыхлим, закрываем влагу. Что это значит? Видите, вот такие трещины начинают появляться. Когда солнце припекает, начинает почва пересыхать и трескаться. Нам это не нужно. Пока она податливая, пока она более-менее влажная, нам нужно ее рыхлить. Потому что потом, когда выйдет луковка, вот мы будем цеплять. И этот сухарь, если он так засохнет, он будет ломать нам зелень и выкорчевывать саму луковку. Поэтому делаем это как можно раньше. Что у нас по деревьям? Деревья я буду уже раскрывать. Вот здесь мне уже помогли. Валяется уже что-то. Но, видать, не так давно сорвали. Дадим пару дней постоять. Дня 3-4. И начнем первую обработку деревьев по закрытой почке. Что и как, обязательно покажу. Так что, все нужно обязательно планировать. Обязательно. Вот эту часть огорода я убрала картофельную. А ту часть мне предстоит убрать. Там у меня еще лук сидит весенний. Его нужно прополоть. Там была кукуруза и растянули немножко. Да и осенью было мокро. Бурьянец пошел. Потом морозы ударили и я уже не смогла. Но он перезимовал нормально. Мы его взъерошим. Дадим воздух корешкам и все будет хорошо. Четыре ряда лука там у меня. Теперь, по поводу того, что где будет расти. Обязательно продумайте этот момент. Здесь был картофель. Значит, надо менять на другой участок. По крайней мере, столько, сколько возможно. У меня тоже несколько лет подряд он здесь растет. И вот я начала заменять по бокам уже лук. Чтобы немножечко как-то на следующий год уже дать больше под картошку. Деревья на той стороне, видите, яблоньки тоже перезимовали. Малина перезимовала хорошо. Вот здесь малина ремонтантная. Мы садили с вами ее в траншею. Траншейным способом, видите, вот пенечки. Еще тоже спит. Тоже здесь нужно будет все отгребти. Мульчу, которую я укладывала. Ну, они уже вон ее без меня убрали. Кабанчики. Так что нужно только будет доделать. Теперь по клубнике. Если у вас клубника ремонтантная, уже можно ее чистить. Ну, по крайней мере, по нашему температурному режиму ее уже можно чистить и накрывать. Ягодки будут быстрее. Вот эти четыре бугра я не убирала с осени. Опять-таки из-за погоды. Пойдут они все на выброс. Это старая ягода, старый корень. Все это я уберу. И на этом месте у меня уже будут помидоры и перец. Как раз лунки готовы. Удобрение дадим. И будет очень хорошо. А осенью сюда высадится новая клубника. Нижняя часть тоже вам хорошо, очень знакома. Здесь у меня была капуста, перец, помидор. Ну, рядков 10, не больше занимало это все. И остальное лук и морковь. Все, лук мы кинули наверх, на картошку осенью. И теперь здесь все я почищу, перекопаю. И здесь будет картофель. По крайней мере, половина из того, что сверху. Так что, ребята, обязательно продумайте этот момент. Такое вот коротенькое видео, болталочка и напоминалочка. Начинаем сеять с вами рассаду. Некоторые уже, я знаю, в феврале, в начале февраля повысивали перцы. Нет, я сажу в середине марта. Начинаю уже, когда более-менее тепло. И на окнах, и в доме. Вот, потому что рассада начинает вытягиваться, клониться. По моему опыту это нормально. И все успевает. Все успевает. Также, друзья, обязательно через недельку я буду делать витаминную грядку. Что это такое? Заходите, подписывайтесь и смотрите. Будет очень интересно некоторым, потому что не все могут выезжать на свои участки своевременно. А так, рассада получается, хоть и с опозданием, но крепкая, закаленная. Она проходит стратификацию. Что это такое? Если вам интересно, зайдите, почитайте. И без особых хлопот. Как я это делаю? Я вам все обязательно покажу. В общем, друзья, работы много. Вот хожу и мытыкую. И рассуждаю вместе с вами. Обязательно думайте, где у вас что росло. Планируйте. Переставляйте местами. И тогда урожаи у нас будут немножко здоровее и крепче. Ну все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. У нас интересно. Весна началась. Жизнь продолжается. Все будет хорошо. До новых встреч. С вами была Валентина. Пока-пока. Мира добра вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.